227 тысяч рублей. Такой долг за ЖКУ накопила квартиры нанимателя, которой уже давно нет в живых. Еще в июле мы рассказывали в нашем эфире о том, как бюрократические проволочки мешают чиновникам выписать мертвецов из муниципального жилья и заселить туда новую семью. Сегодня наш корреспондент Мария Никифорова снова наведалась в нехорошую квартиру, где за полтора месяца так ничего не изменилось. Счета за коммуналку туда по-прежнему приходят. Мы решили выяснить, сколько времени нужно городским властям, чтобы исправить эту абсурдную ситуацию. Эту муниципальную квартиру по Эгерскому бульвару соседи стараются обходить стороной, несмотря на то, что дверь здесь открыта круглосуточно. Еще в июле жилфонд отправил запрос в управляющую компанию с просьбой ограничить доступ в эту квартиру. Однако сюда по-прежнему так же легко попасть. Да и в целом ситуация в квартире не изменилась. Девушки, что здесь прописано, давно нет в живых, а квитанции за коммунальные услуги продолжают приходить. Долг уже превысил 200 тысяч рублей, в управляющей компании объясняют. Свидетельство о смерти наемщицы было утеряно, поэтому в реаллюксе считают девушку пропавшей без вести, но никак не умершей. Лицевой счет не закрыт, так как нет заявления. У меня нет оснований для того, чтобы закрыть его. Я не имею права. Да и выписать девушку имеет право лишь собственник квартиры, то есть городская администрация. В жилфонде говорят, такая ситуация сложилась из-за того, что руководство управляющей компании вовремя оповестило о том, что эта квартира пустует уже год. Но дело в том, что письмо жилищники отправили почти сразу после смерти последнего жильца этой муниципальной квартиры. Вот копия этого документа. Но и в июле, и сейчас в жилфонде настаивают. Письмо до них не доходило. Не пришел и ответ на запрос из ЗАГСа. После выхода в эфир данного сюжета мы сразу сделали запрос в городской ЗАГС о том, чтобы они нам предоставили сведения о умерших. Ответ нам как бы не предоставлен был. 21 августа мы повторно сделали запрос. На сегодняшний день как бы тоже ответ не пришел. 25 июля 2017 года нами был дан ответ на запрос муниципального бюджетного учреждения управления жилищным фондом города Чебоксары. На интересующих граждан, что смерть вышеуказанных граждан имеется. На обоих дано, высланы два извещения. Также Ольга Костерина отметила, повторное письмо до них не дошло, скорее всего, потому что в жилфонде его просто не отправили. И возможно, после этого сюжета там все-таки наведут порядок в своей почте, найдут подтверждение о смерти всех нанимателей этой квартиры и, наконец-то, поселят туда новых жильцов. К слову, на получение муниципального жилья претендует около 500 чебоксарских семей. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.